Приветствую вас, друзья! Сейчас вы увидите фрагмент моей беседы с Никитой Сергеевичем Михалковым. Это 2014 год, мы говорили про «Солнечный удар». Премьера была фильма. Чем примечательен этот фрагмент с моей точки зрения, как интерьера? Кинематографисты крайне редко, ну почти никогда не говорят о своих коллегах. Тем более режиссёры о режиссёрах. И мне удивительно, что Михалков решился высказаться об Алексея Германии. Неважно, в каком ключе, вы сами всё сейчас услышите. Тем не менее, всё-таки вас радовало или огорчало то, что в зале, в основном, когда я смотрел, бывали моменты, когда люди смеялись. Это такая была задумка, что были вот эти смешные? Как вот с часами, когда фокусник у них по ошибке... Да нет, ну как же! Ну потому что такая концовка трагическая, как бы надо же зрителя настраивать на... Ну в этом-то всё счастье. Как раз эта история, которая даже не предвещает ничего трагического. Если мы начнём в ней сразу искать гу-гу-гу, а вы знаете, что будет дальше, она рухнет. Её нельзя выдержать. Это три часа, это большой срок, это тяжёлая картина. Если там не будет моментов выдоха, история с фотографом, с часами, и в сериале ещё больше смешных вещей. Или, опять же, вот, сколько человек в зале знает, кто такой Тригорин? Процент. Так. Ну, минимально, правда? Так, хорошо, допустим. Это имеет значение для меня? Нет. 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 Потому что мы в данном случае, когда девочки начинают, да он умер давно, да я говорю, да нет, пойдём к нему. Мы её Чехов. А вы ничего не... Вы писатель, писатель? А вы ничего не... Нет. Тригорин. Я специально в зале слушал, сколько человек на это реагирует. Полтора процента. Но этого мне достаточно, потому что это есть... Я это делаю не для того, чтобы, так сказать, зритель расхохотался. Это радость внутри, для нас, для нас. Вот есть прекрасные картины, прекрасных режиссёров, автором которых я не хотел бы быть. Например? Ну, не буду приводить пример. А вы все так скажете, а потом никакой конкретики. И ни о чём получается. Ну, как же. Не надо бояться. Я понимаю, что... Я скажу. Да. Я скажу. Вот я считаю Германа Старшего, Царшего Небесного, потрясающим режиссёром. Замечательнейшим режиссёром. Но я вижу на экране, я вижу внутри картины, как трудно и тяжело работать. И меня это выматывает, как зрителя. Я всё-таки, я понимаю, что Бетховен и Малер – гениальные композиторы, но Моцарт для меня всё-таки... Для меня. Понятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24».